По вечерам после Нового года мы читали книгу Даниила, где первая часть книги это история его жизни Вторая часть книги это те пророчества, которые он во время этой жизни от Господа поручал и которые как бы отдельным частью написаны И сегодня будет 9 глава этой книги Даниил жил за больше чем за 500 лет в 6 веке до Христового Рождества И 9 глава этой книги представляет особое пророчество, пророчество, которое мы обычно знаем как 77-летних периодов Которые Бог открыл Даниил для своего народа Знаете, что Даниил был большим чиновником в этих разных империях, которые сменялись И до этого Бог ему открыл, какое будущее будет этой империи, в которой он жил, другой империи Но его интересовало больше, какое будущее будет для его народа, для израильского народа И уже будучи старцем, ему было около 80 лет Он имеет эти переживания, Господи, а что будет с моей нацией, которая сейчас в пленении Что будет с твоим народом, потому что это израильский народ Что будет с теми пророчествами, которые ты говорил И книга Даниила, 9 глава, это в основном, в своей большей части, это его молитва Когда он Господу возносит особые прошения за свой народ А также в конце этой главы будет ответ Когда Господь даже прерывает его молитвы и дает ему ответ Дает ему это пророчество об этих особых 77-летках его народа Давайте прочтем эту главу сегодня Может быть, с некоторыми урывочками размышляем над ним 9 глава, 1 стих В первый год Дария, 2 я, Даниил, сообразил по книгам число лет О котором было слово Господне Керемии пророку Что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима Даниил Берет слово Божье и его читает, книгу пророка Иеремии Скорее всего, Иеремия мог, будучи еще подростком, даже мальчиком Мог видеть живого пророка Иеремии Мог слышать его пророчества Которые предупреждали народ, что будет наказание Будет пленение И Даниил в числе первых Был приселен как пленник И на нем это пророчество сбывалось И вот, будучи старцем Где-то он раздобыл этот свиток Его пророчеств И сидит и читает Вспоминая о том, что он говорил И о том, что уже большинство Сбылось Они в пленении А также о том, как Бог через земли говорит о том, что Это пленение, это наказание, это не конец Будет в их И он читает пророчество И читает, что Это пленение Бог как наказание Пошлет евреям на срок На срок примерно 70 лет Именно такой срок будет Действовать эта Вавилонская империя Потом она падет А когда она падет Бог даст евреям шанс вернуться И снова оселиться на своих землях И вот он находится в это время Когда это пророчество сбылось Империя пала Империя пала Возникло новое какое-то объединение Медоперсов Возможно, к тому времени Возможно, к тому времени Уже царь Дарий Который, наверное, был как соправитель Кира Или Кир дает указ о том, что евреи могут Возвращаться и строить Или по-надому восстанавливать храм Он читает, что это сбывается Господи, неужели это то время То время, в котором я читаю Но в том пророчестве Еремии Также было условие, что Когда это исполнится Когда империя падет Вы должны меня просить и умолять Вы должны осознавать свою греховность И просить, чтобы Бог исполнил Вы будете молиться Чтобы Бог исполнил это пророчество И дал вам шанс Чтобы ваша нация жила И тогда Еремия И Данил, начиная это пророчество Начинает Понимая, что Это именно то время В котором он находится Начинает его исполнять Начинает молиться Чтобы в исполнении Его молитв И, возможно, других Которые это поймут Бог Это пророчество В восстановлении своего народа И дальше идет его Пространная молитва И обратил я лицо моё Господу Богу С молитвою И молением Посте Влетящие пепли Это было большое время Когда он Решил Богу вызывать Отказавшись от еды От всего, чтобы Его отвлекало И просто ходатайствовать Богу за свой народ И за себя Читаем дальше Этой молитвы Согрешили мы Поступали Беззаконно Действовали Нечестиво Упорствовали И отступили От заповедей твоих И от постановлений твоих И не слушали Рабов твоих пророков Которые Твоим именем Говорили и царям нашим И вельможам нашим И отцам нашим И всему народу страны Господи Мы грешны Мы виноваты Ты говорил нам Ты нас предупреждал А мы это не слушались Хотя смотря на жизнь Даниила Кажется Ну Даниил Ну кому-кому Но тебе это точно не стоит Каяться В этих грехах Ты прожил жизнь Такую праведную Но он понимает Что Если народ таков То это и есть его вина И он часть этого народа Поэтому Хотя он кажется Меньше всего виноват Но он кажется Больше всех кается В том что он Меньше всего виноват Мы согрешили Мы виноваты Рожий пример Как часто Мы говорим Господи Ну А тот больше виноват Пусть он кается Бог не Спрашивает Кто больше виноват Если есть хоть какая-то Часть твоя И ты кайся И ты исповедуйся И Даниил это делает Дальше в этой молитве Его слова У тебя У тебя Господи Правда А у нас на лицах Стыд Ты прав Ты нас предупреждал И ты исполнил То что ты предупреждал А у нас стыд Мы краснеем от стыда Дальше Во всех странах Куда ты издал Их за отступление Их Каким Они отступили у тебя У нас стыд Потому что мы Там Будучи В этих Странах Насильно Переселены Мы виноваты Ты нас наказал Мы виноваты И мы с красной Молитой От стыда Несем Это наказание Господи У нас на лицах Стыд Потому что Мы согрешили Пред Тобою А у Господа Бога нашего Милосердия И прощения Господи У тебя правда Но не только правда Ты прав в том Что ты нас наказал Потому что Мы грешили И ты нас предупреждал Но у тебя на лице Не только правда И праведность У тебя на лице Прощения И милосердия Мы виноваты Мы стыдимся Мы заслужили Наказание Господи Но у меня есть Шанс Или есть надежда Поднимая свою Лицо В стыде За грехи Нации И свои У меня есть Надежда Что Ты примешь Меня И мое Раскаяние Потому что Ты На своем лице Ты имеешь Каждому из нас Милосердие И прощание Молиться Молиться Дальше Небольшой рыбочек Я читаю Дальше И ныне Услыши Боже наш Молитву Раба твоего И моление Его И возри Светлым лицом Им на Пустошенное Святилище Твое То что было Разрушено Ихний храм За их наказание Ради тебя Господи Возри на это Позор который мы Несем Но не ради нас Ради себя Господи Посмотри Преклони Мы повергаем Моление Наше Перед тобою Упывая На праведность Нашу Но на твое Великое Милосердие Испомни Теперь это Порочество Которое Ты сказал Через Дальше Святилище Было Восстановлено Дальше Чтобы мы Как нация Снова Духовно Жили Так Чтобы мы Снова Были Людьми Которые Не имеют На лицах Стыд За свои Грехи А имели У тебя Прощение И эту Праведность Господи Дай нам Это Его молитва Это хороший Пример Для нас Как нам Молиться Видя И свои Грехи И грехи Других Слабости Церкви Церковь Может Болеть Но Она Не может Умереть Духовно Народ Божий Тогда Израиль Мог Иметь Большие Проблемы Но Он Не мог Исчезнуть Потому Что У Бога Были Планы Для Своей Нас И Это Дает Нам Основание Молиться Молиться С надеждой Молиться С раскаянием За себя И за других Знаю Что Бог Может Нас Оживить И поднять И снова Дать Нам Свои Благословения И вот Он Молится Молится И еще Молился Я уже Мечтаю Этой Молитвой Он еще Молился Стив 21 Когда я еще Продолжал Молитву Муж Гавриил Быстро Прилетев Коснулся Меня Около Времени Коснулся Меня И Вразумлял Меня Говорил Со мной И сказал Данил Теперь я Ишел Чтобы Научить Тебя Разумению Время Молитвы Бог Послает Своего Ангела С ответом Данил Он молится Переживая За нацию За народ За их Духовное Оживление За Восстановление Как нации Как народ Как страны С духовной Жизнью В которой Будет храм Он еще Молится И слышит Как будто Кто-то его Касается Он оглядывается Это Его Останавливает Ангел Вестник Бога И говорит У меня Тебе Есть Уже Ответ Который Пояснит Тебе Откроет Тебе То О чем Ты молишься То За что Ты переживаешь То О чем Ты читал В книге Пророка Веремии Исследуя Судьбу Судьбу Своего Народа У меня Есть Ответ Вот Этот Ответ Концовка Концовка Этой книги Или Этой главы Это Ответ Ответ Поясняющий От Бога Даниилу Через Ангела Судьбу Будущего Как Духовную Судьбу Его Народа Ну и Это то Что касается Для всего Мира Стих 24 24 77 Определены Для народа Твоего И Святого Города Твоего Чтобы Покрыто Было Преступление Запечатаны Были Грехи И Заглажены Беззакония В те Времена В Еврейской Культуре Считали Считали Периоды Семилетками Где-то Помнится Советское время Было Пятилетки Какая-то Пятилетка Такая-то Пятилетка В Еврею Было Семилетками Это было Так От Бога Такой принцип Даже Кое-что Мы сохранили Семя В своей культуре Календарь Тоже у нас Семидневный Так Бог дал Семь дней Потом Семилетние Периоды Но Календарь По днях Мы сохранились В отрезке По семь дней Недельку А уже Исчисления В годах Мы нам Более привычно Десятилетками Кстати Когда пришли Коммунисты К власти Они хотели И календарь Года По днях Тоже сделать Неделю Семидневную Хотели делать Десяти днев Но не получилось Не сработало Поняли Что То, что Бог Стало Проверняем Так Бог Говорит Что Слушай Для твоего народа Есть Особый Период В этих Семьдесят По семь лет Это Четыреста девяносто лет Когда я То, о чем Ты просишь Даниил Сделай Ответ Будет Но не так Скоро Как ты думаешь Вообще Бог открыл Наперед Даниилу Эту историю Еще раньше И он знал Что Это время В котором Он живет И время До Царствования Христа Которое придет Это время Язычников Это будет Империя Язычная Но Бог Говорит Что знаешь В этот период Времени Язычников Я для своего Народа Отрежу Времени Язычников Эти 77 Эти 490 лет Чтобы в них Сделать Что-то особое Когда нация Будет восстановлена Духовно Оживет И Первые 3 вещи Которые Мы прочитали В этот период Бог Сделает Что они Избудутся Касался греха Потому что Именно об этом Данин Больше всего просит Потому что У нас стыд Мы согрешили Мы виноваты Бог говорит У меня есть ответ Этот стыд И ваша Вина Будет снята Каким образом Я Сделаю так Чтобы Преступление Будет Покрыто Снят И проще Я это Сделаю Еще 3 вещи Бог говорит Я сделаю Для своего народа И чтобы Приведенное Было Правда Вечная И запечатанные Были В единении Пророк Запечатанные Это значит Когда книга Свиток Открывался Его просчитывали Из-за того Что он был Просчитан И исполнен Его запечатали И снова Как бы Прятали И эти Пророчества Которые Ты читаешь Они исполнятся Эти благословения Для своего народа Они исполнены Да Царство будет И помазан Был Святой Святых И Будет помазан Христос На царство 25 стих Итак Знай И разумей С того Времени Как выйдет Повеление Восстановление Иерусалима До Христа Владыки 77 И 62 Седмины Это Фактически Весь этот период 69 Седмины В целом И возвратится народ И обстроятся улицы И стены Но в трудные времена Я определил Что Эти седмицы Эти семилетки Через которые Я буду народ Свои Как бы Эти планы Делать и оживлять Они начнутся С какого Решения С какого Постановления Со Времени Повеление О Восстановлении Иерусалима С этого Времени Не начнутся Это Повеление Было Дано Не при жизни Даниила Почти Сто лет Прошло Когда Даниил Поручает Это откровение Почти сто лет Прошло Когда был Издан указ При жизни Даниила Был издан указ Что храм Можно восстанавливать Но город Можем восстановить Спустя Сто лет Почти При Царе Уже Артаксерксе Помните Эта история Записана В книге Неемия Когда Неемия Тоже молится Идет к царю И получает Этот указ Что можно Город Который Пустошенный Восстановить Это 444 Год До Христового Рождества 434 444 Год До Христового Рождества С этого Времени Начинается Этот период Когда Бог Восстанавливает Свою нацию Город Восстанавливает Жизнь Восстанавливает Страна Появляется И За этот Период За эти 69 седьмин Город Должен Быть Восстановлен И Нация Должна Снова Как бы Воссоединиться И жить На той земле 69 седьмин Ну 69 Семи лет Семи лет Это 483 Года 483 Года Но Еврейский Год Немножко Менее Чем Наш Год В нашем Году 365 У евреев Считалось Год 360 Дней Поэтому Еврейских 483 Года На Наше Исчисление Которое мы Сейчас Исчисляем Историю Это Примерно 477 Лет Так вот Давайте Теперь Посчитаем Вместе Если Этот Этот Период Начался В 444 Году Когда Кончатся Этих 69 Седмиц На которых По-нашему Это 477 Лет Леонид Иванович 444 Год До Рождества Христового Добавить Отнимем 444 Года До Рождества Христового Это Получится Нулевой Год Еще Оставляются 33 Года Это 33 Год По Христовому Рождеству И вот Что Это Должно Случиться Это Пророчество Стих 26 И По Истечении 62 Седмиц При этом Будет Смерть Христос Когда Этот Весь Период Пройдет И Не Будет По Истечении Этого Периода Он Делится 70 Седмиц И 62 Седмицы То есть Вместе 69 В 33 Году Будет Смерть Христос Это Пророчество Было Записано 6 Век До Христового Рождества До Христового Рождества Почти 600 Лет До Его Смерть В Писании Было Написано Когда Придет Христос И Когда Он Умрет Дата Его Смерть Даже Не Просто Умрет А Будет Казнен Предан Будет Смерть Сказано Что К тому Времени Остроится Город Начнется Жизнь Придет Христос Но Его Казнят И Даже Указан Город Хотя Это Настолько Было Явным Прочеством Что Люди Которые Не хотели Верить Или Не хотят Верить Долгое Время Долгое Времена Столетиями Объясняли Этот Тревочек Так Ну Чтобы Как это Объяснить Если Человек Не хочет Верить Во Христа Что Он Пришел И Умер Объясняли Так Что Когда Пришел Христос И Умер Якобы Он Не был Таким Но Его Ученики В это Прочество Сделали Дописание Дали Вставку Эти Года Почитали Якобы Потасовали Чтобы Это Испомнилось И До 1947 Года Это Была Самая Популярная Версия Объяснения Людей Которые Не хотели Верить В истинность Писания В истинность Людей Они просто Потасовали И сделали Так Христиане Потасовали Позже И сделали Так Но Эта Версия Была Разбита И Сегодня Никто О ней Не Поминает Когда В 1927 Году Были Найдены Как Что Случайно Стали Свитки Писания Включая Книги Даниил Помните Они называются Кумянскими Свитками Когда Мальчик Бедуин Пас Овечек Одна Потерялась Одна Потерялась И он На территории Израиля И он Будучи В поисках Ее Смотрел Где она Может быть Увидел В скале Пещеру Подумал Что возможно Нам в этой Пещере И Кинул В эту Пещеру Камень Думаю Если она Там Есть Она Реагирует Кинул В эту Пещеру Камень И услышал Что Что-то Разбилось В этой Пещере Камень Попал В ледяный Сосуд И его Разбил И мальчик Полез И достал Свитки А Потом Когда пришли Исследователи Увидели Что Там Было Законсервировано В этих Ледяных Сосудах Так В те времена Сберегались Книги На долгое Время Целая Библиотека Еврейских Писаний И В которой Была И книга Даниила Рукопись Книга Даниила Написанная За 300 лет До Христового Рождества Эта рукопись Свиток Этой Рукопись И в которой Весь этот Текст Таким Как он К нам Дошел Таким Он и был Теперь осталось Одно Логическое Правильное Объяснение Ну как Даниил Мог написать Наперед Что будет Такой И его Казня Только Одно Объяснение Даниил Был настоящим Божьим Человеком Божьим Пророком И Бог Который Знает Все Наперед Все Запланировал Бог Ему Это Открыл При этом Будет смерть Христос И не будет Он придет Чтобы сдать им Царство Но они его Отвергнут Они его Казнят И поэтому Царство Не будет В то время Оно будет Отложено А что же Будет Тогда После Этого Эти 69 седмиц Что же будет А будет Как бы Перерыв В этой Работе Бога с Израилем И вот что Исполнится В это время А город И святилище Разрушены Будут Народом Вождя Который Перейдет И конец Его будет Как от Наводнения И до конца Войны Будут Опустошения И видно Что Этот счет Перерывается Этих седмиц До смерти Христа Вот они Исполняют 69 из них Но из-за того Что Христос Казнем Отвергнут Царство Отложено Будет Какой-то Период Уже Несчастливый Здесь Просто Который Будет Длиться И во время Этого Периода Первое Что Сбывается То Святилище Тот город Который Все-таки Они Восстановили Они Построили И пошел В него Христос Но из-за того Что они Христос Отвергли То тот Город И то Святилище Скоро Будет Разрушено История О этом Говорит Что Не пошло И 40 лет Как После смерти Христос Как Пришел Римский Поководец И Подавляя Бунт Евреев Бунт Евреев Город Был Полностью Уничтожен Храм Был Полностью Уничтожен Стало Все Разрушено И Говорит о том Что Эта печальная Судьба Для евреев Будет Длиться Долго До Конца Сказано Будет Как бы Следствие Этой Войны И Будет Опустошение Собственно Почти 2000 лет Евреи не имели Своего государства Только недавно Немного больше 60 лет Это государство Появилось Но и то Нет еще полного Остановления Нету мира У них Эти Опустошения Проблемы Продолжаются Они имели Всю историю После смерти Христа Всю историю Имели Трагедии Холокост Гонения Истребления И сегодня Они еще не имеют Мира И сегодня Даже они Не могут Полностью Этой своей землей Управлять Она частично В их управлении Мы слышали Что есть Президент Америки Сделал какой-то план Якобы Который Думает Что он Наведет мир В Израиле Но Только попытка Которая еще Непонятно Чем кончится До сегодняшнего дня Евреи Не могут Храм построить Он разрушился И не могут Его построить Не потому Что у них Нет средств А потому Что эта земля Где был храм В Иерусалиме Сейчас Принадлежит Мусульманам И на них Арабам И на них На этой земле Стоит мечеть В это время Когда кончилось 69-е Седьмина И 70-е Еще не наступило Вот это время Время Гоеврейского народа Оттушения Они остались Без святилища Без храмов Но это то время Которое Которое Мы сейчас живем Этот промежуточек Между последними Двумя седмицами В Божьей истории И именно Об этом Принадлежит Христос говорил О том Что я создам Церковь мою Царство будет Отложено Но Моя деятельность Продолжится Будет создаваться Церковь Из язычников В основном И Слава Богу Что Мы вошли В эту Божию программу Но Очень видно Что найдет Завершение И последний стих В этой главе Это последнее откровение Которое получает Получает Даниил Стих 27 И утвердит Завет Для многих Одна седмина В половине Седмины Прекратится Жертва И приношение И на крыле Святилища Будет Мерзость Запустения И окончательная Определенная Гибель Постигнет Опустошителя Я читаю Я делаю Подсчет И Вещал Что Сделал Ошибку Я сказал Что Около 60 лет Израилю Ему Испомнило 70 лет 70 лет За 70 70 лет Как если Это государственно Но это еще Примежуточек Между седмицами Еще осталась Одна семилетка Для израильского народа И для того Чтобы все Эти пророчества О которых Даниил Молился Испомнилось Христос Умер И это Послужило Основанием Что Грехи Израильского народа Могут быть Прощены Но Еще не наступило Это царство Еще не наступило Для них Полное прощение Еще нет В них покаяния Еще должен Прийти Этот Последний Семлетний Отрезочек Который Мы прочитали Когда он Сбудется Вот только Откуда наступит Полный Ответ Бога На мытву Даниила И его Благословения Для нас Для всего мира А что еще Должно произойти В этой седмице Что мы читаем Утвердить Завет Для многих Одна седмина Завет Это договор В этот период Будет сделан Какой-то особый договор Якобы мира Для Израиля Может быть То что делает Президент Трампа Это подготовка К этому договору Может быть Я не знаю А может быть Нет В чем будет Этот договор Будет принят Такой договор Когда Израиль Наконец-то Получит Мирный план Мир Но Тогда будет Человек Который Это сделает Дальнейшая Книга Нового Завета Называет его Антихристом Мировым правителем Который Сделает Для Израиля Этот мировой договор Мирный договор По которому Они получат Право И смогут Построить себе Храм Не знаю Каким образом И первый Период Этой Семилетки Видно Что будет Мирный Они построят Храм Будет Жертвоприношение Будет Духовная Жизнь Но В середине Этого Семилетнего Периода Где-то Три с половиной Года Спустя Что-то Изменится В этом договоре Или Кто-то Его нарушит Его нарушит Этот Антихрист Этот Мировый Правитель Он Остановит Ту практику Которая Была В Израиле В их Храме Поставит К нам Своего Идола Это Будет Мерзость И И Чем Она Окончится Когда Придет Христос Эту Мерзость И Это Послужение Прикрытие Именно В этот Период Евреи Должны Будут Понять И Увидеть Что Они Ошиблись Уплая На Этого Антихриста На Этого Лидера Они Ошиблись Потому Что У них Был Этот Лидер Настоящий Настоящий Не пастор Которого Они Распяли Христос И В большинстве Своем Они Уверуют Него И Он Придет И И Их Спасет И Эта Мировая История Закончится Мировая История Языческих Царств Закончится Наступит Его Царство Царство Христа Буквально На земле Вечность Теперь Пару Разрешлений Давайте Подумаем Если Писание Библия Это Слово Божье Если Книга Данила Это Слово Божье То Как Можно Читать Эту Книгу И Иметь Какое-то Другое Объяснение Без Иисуса Христа Не Веря Что Иисус Христос Это Бог Не Веря Что Иисус Христос Это Тот Который Вы Должны Были Распять Как Можно Объяснить Ну Был ли Какой-то Другой Кандидат В Истории Кто Бы До Разрушения Этого Восновленного Храма И города В 70 Году Мог Подойти Под описание Христа Которого Распяли Если Это Правда То Эти Пророчества О Христе Должны Были Исполниться При этом Должен Быть Смерть Христос До Того Как Храм И святилище Будет Разрушено И сейчас Он Разрушен Нет Других Кандидатов Только Христос Еще Одно Удивляет Вообще По-видимому Данилу Было Первому Открыто Что В приходе Или в Обещанных Богом Пророчествах О приходе Мессии Христа Будет Некий Разрыв Будет Какой-то Перерыв Будет Первое Пришествие Будет Второе Пришествие До Этого Пророки Видели Что Просто И вместе Видели Христа Страдающего И Христа Царствующего Или Воцарившегося Они Видели Это Вместе Но Нил Впервые Кто Видит Это Отдельно Вот Смотрите Что Он Пишет Будет Период Который Закончится Тем Что Храм Будет Построен Восстановлен И При этом Будет Смерть Христос И не Будет А потом Он пишет Что В конце Концов Будет Помазан На царство И он Воцарится И будет Его царство На царство Божье То есть Если он Придет Его должны Казнить Он должен Умереть А потом Говорится Что придет Кое-то Период Будет Опустошение Но потом Снова Храм Будет Восстановлен Будет Антихрист Но это Закончится Приходом Христа То Какой Вы его Должны Делать Если Он Придет И его Казнили А потом Он придет В конце Концов И Сделает Своё Царство Значит После смерти Он Нужен Воскреснуть Значит Должно Быть Его Два Пришествия Первое Закончится Его Смертью И это Тоже Будет Божий План Чтобы Весь мир И евреи Получили Прощение Потому что Эта смерть Будет Жертва За грехи Наш Но потом Будет В конце концов Его Пришествие Когда Он Делает Своё Царство Для тех Кто Его Жертвой Будет Правдан Кто Его Жертву Примет Кто Благодаря Получит Праведность Так Если Мы Видим Что Все Почти Это Исполненно Осталось Нечто Мы должны Понимать Что И это Нечто Исполненно Если Буквально До Года Было Написано Когда Он Придет И Когда Будет Его Смерть Мы Должны Понимать Что Это Шанс Единственный Шанс Нам В смерти Христа Иметь Эту Праведность Когда Он Придет И Будет Его Царство Мы Через Его Праведность Были В Его Царстве События Очень Близко По Признакам Которые Дал Христос События Очень Близко К Потому Чтобы Последняя Седмица Вступила В ход И Вы Знаете Есть еще Что-то О чем Говорит Новый Завет Что Перед Этой Седмицей Христос Завершая Этот Период Работы Две Язычников Век Церкви Церковь Будет Восхищена И Вот Когда Откровение Этого Антихриста И Приход Христа Который Его Уничтожит То Мы Еще Ближе Тогда Потому Что Нас Ждет Приход Христа За Церковь И Пусть Господь Благословит Нас Быть К этому Готовы Быть Готовы Мы Как Те Кого Его Жертвы Оправдывают Освящают Дает Нам Праведность По вере И делает Нас Людми Которые Праведность По вере Воплощают В свою Жизнь Помните Мы читали На Рождество Слова Ангела Иосифа Что Как Назвать Это Рожденного Младенца Иисус Ибо Он Спасет Людей Своих От Грехов Их Он Нас Не Просто Прощает Он Нас Спасает От Грехов Он Нас Освящает От Грехов Он Своей Сегодняшний день День Бог Заповедовал Нам Чтобы мы Имели Ожидая Его Пришествия Чтобы мы Регулярно Вспоминали Его смерть Как Единственное Основание Нашего Освящения Нашей готовности Как Самый Сильный Мотив Чтобы Мы Берегли Ту святость Которая Так Дорого Для нас Богом Дана Чтобы Мы Любили Того Кто Нас Так Сильно Полюбил Будучи Святым Отдавшим Свою Жизнь За грешник И Любя Его Любя Его Чтобы Мы Стремились Жить По Его Западам Это Будет Как Проявление Нашей Веры Как Проявление Нашей Людь Как То Что Мы Уже Сейчас Ждем Его Царств И Живем По Его Царским Законам Пусть Это Будет Ему Во Славу И Нам Как Его Церкви Подготовку В Освящение Чтобы Мы С радостью Встречали Его Очень Скоро Идущего За Нами Аминь Помолимся